Путин и Медведев Наши президенты Они постоянно молодые Они никак не стареют Вот их как бы заморозили На одном уровне И такие они постоянно выглядят Вы же понимаете, да Что возраст Путин уже у власти Сколько годочков Посчитайте, а Медведев Он тоже сидит столько же Тогда посчитайте И посмотрите, прибавляйте по 20 лет К тем мужичкам К которыми они были Еще 20 лет назад И сегодня Почему за 20 лет Они не постарели Возможно, они как тот самый Герой фильма Конференция маньяков Там такой Виктор Бондарь Сидел в клетке С крокодилами И числился знаменитым Разведчиком Советского Союза За счет своей магии И он никогда не постарел И эти два президента Тоже пользуются какой-то магией И никак не могут постареть Но мы с вами сегодня поговорим О теме Мочить в сортире Помните, наш президент С высоким слогом И красноречием Выразился когда-то Мочить в сортире И вот если вы помните С 2000 Какого года Начали мочить в сортире Наших олигархов Наших бизнесменов Думаю, что давно Где-то, наверное С 2002 года Это как Путин Так скажем Стоял на пьедестале власти Уже довольно-таки крепко И вот с этих пор Но помним мы всего-то Несколько последних лет Память человеческая Так устроена Что не помню то, что было раньше Кое-кто, может быть, вспоминает Но вообще-то Только последние несколько лет Человек может удержать Свои памяти Итак, с середины 2015 года Кто-то мочит В сортирах И других Специально оборудованных Местах Самых знатных упырей Нашего мира Судя по масштабу действий Отсутствию следов И комментариев В официальной прессе Речь идет не о большой группе Световых чудо-богатырей Способных отправлять В тартарары Души человеческие Обнулять их сущности Во всех проявлениях И вершись Справедливое возмездие Над князьями тьмы Много веков Такое было невозможно И род людской безнаказанно Терзали твари И нелюди Однако теперь этому пришел конец Крупнейшие Теневые Воротилы Помноженные на ноль Без возможности Оживления Клонирования Или новых воплощений В других жизнях На основании Возрожденных Концов света Их убили не физически Им уничтожили Бессмертные души От такого возмездия Не может быть защиты И противоядия Поскольку оно Единомоментно Возвращает все зло Сотворенное Этими сущностями На их же головы Так считает Автор статьи Которую я вам Сейчас зачитываю Но лишили ли их Бессмертия И обладали ли они Бессмертием души И вообще имели ли они Живые Человеческие души Это большой вопрос Двигаться Рассуждать И казаться живым Это еще не все У меня есть Статья И есть еще ролик На тему Как мертвые Политики Управляют Миром Живых Людей Наберите Мертвые политики Управляют Миром Живых Людей Она напечатана Была у меня В нескольких Социальных сетях И есть ролик На эту тему Ну и вот Автор статьи Я ее здесь вам Привожу Он указывает о том Что Рокфеллер умер Примаков умер Здесь друзья Я бы не стала Так вот утверждать Что они действительно Умерли Есть много технологий По которым Души просто Пересаживаются В другие молодые тела Ну а соответственно Тело то Должны вам показать Что оно умерло Что Евгений Примаков Умер Рокфеллер умер При таких деньгах Какими обладают Рокфеллеры А Евгений Примаков Это был один из Потомков Большой семьи Которая сегодня У руля власти Такие люди Конечно Кто-то умирает А кто-то Возрождается В новых телах И ведь не зря У нас с вами Пропадали Дети В больших Количествах Не зря Клонирование Происходит Но с клонированием Здесь хуже Друзья Клонирование Не совсем Правильно Происходит То есть Не знают еще Как приспособиться Клонирование Человека А мозги То как вставить Настоящие Мозги Клонированные Они немножечко С червоточинкой Они не могут Мыслить так Как Обычный Живой человек Рожденный При обычном состоянии Правда Сейчас открыли Много Нового Скажем Что человека Можно вырастить В искусственной матке Можно конечно Смешать яйцеклетки И вырастить Таких людей Но вот Что касается Примакова Ну возможно Он и умер Потому что Он не нужен был Уже Правительству Новому Нарождающемуся Которое пришло Вот его Замочили в сортире Так это Называется На языке Нашего Высокопочтимого Президента Российской Федерации Ну вы знаете Что Медведев у нас Открыл Такую вот Российскую Федерацию Создал На просторах Лондонских Официальных Реестров Были созданы Такие Организации Коммерческие Организации Конечно Которые Якобы Якобы Стали Преемницами Советского Союза Итак Если мы с вами Вернемся К теме Мочи в сортире То мы видим Что Власть действует По принципу Замочили одних Пришли другие К власти Замочили других И потом третьих Они друг друга Мочат Несмотря на то Что Все время Один президент Все время Один премьер Все время Те же лица На Пьедестале Сечин И все остальные И прочее Однако же Это не значит Что все они Являются Натуральными Людьми То есть Живыми людьми Но мочат В сортире Они здорово Потому что За их спиной Стоят Какие-то Военные силы Которые И мочат В сортире Сортирово Мочилово Происходит Сколько Генералов Сейчас Замачивается Сколько Бизнесменов Замачивается В Крыму Вон Недавно Нашли Утопленника С гирей На воде Вы представляете Чтобы утопленника С гирей На воде Вдруг выбросило На берег Это наверное Насмешка Я думаю Крымских Бандитов Над этим Бизнесменом Они хотели Показать Всему Крыму Всем крымским Бандитам Что Они вот так Расправляются Поэтому утопили Человека Там В море А потом Привязали ему Гирю И выбросили Его На берег Так часто Делают В Крыму Они Показывают Всем другим Бизнесменам Которые Приехали Из Средней полосы России Из Москвы Что Не балуйте Друзья Отстегивайте Платите Мзду Другое дело Мзда В Крыму Огромная Те бандиты Те бандиты Те бандиты Которые Сегодня Правят Крымом Они хотят Чтобы им Отстегивали Большое Количество Денег Нет Они не хотят 10% 10% Говорят Берет Синагога За то Что устраивает Своих Людей В бизнесе Но Это По-человечески Это Скажем Справедливо А вот Крымские Бандиты Они Не знают Что такое Человечество Человеческий Язык И что Такое Справедливость У них Есть Хамство Рожденное В натуре Они Так В натуре Рождаются Хамами И поэтому Они хотят Забрать Себе Все Весь Бизнес Ну Если ты Раздел В Крыму Хороший Свой Бизнес Тебя Под себя Подожмут Побьют Побьют Помордуют Если ты Не захотела Отдать Свой Бизнес Передать Кому-то Из детей Крымских Бандитов Ну У нас Есть Такие Как Анатолий Могилев Там Его Зять И Дочка Конечно Владеют Очень Многими А здесь Еще И девочки Три Внучки Его Подрастают Ну Я не Говорю О той Самой Наталье Поклонской Которая Является Его Ну Бастардом Вне Закона Дочерью Да Поэтому Он конечно Старается Всех Наделить Властью Всех Наделить Деньгами Тем более Если Вы смотрели Мои ролики Где я говорю О том Что В Крыму Существует Два Печатных Станка Да Друзья Два Где они Печатают Рубли И доллары Печатают В Крыму А потом Их А потом Их Дают В качестве Взятки В Российское Кремлевское Правительство Но На этих Деньгах И Наталья Поклонская Вылезла На поверхность С ее Умом Продолжение следует Редактор субтитров